Дорогие друзья, я поздравляю вас с новым 2020 годом. И хочу вам пожелать, чтобы в этом новом году, хоть это и год крысы, хочу пожелать вам, чтобы самое главное, чтобы у вас было, это на первом месте, это финансовое благополучие. Это прежде всего, сейчас в 21 веке без этого никуда. Потом я хочу, чтобы рядом вместе на этом первом месте был еще один такой момент, это здоровье. Здоровье, то же самое, его ни на второе, ни на третье место не поставишь, так что как-то так. Конечно же счастье, куда же без него, это уже традиция говорить счастье, да. Потом желаю вам, чтобы в новом году, те, кто еще не нашли свою любовь, как чувствую себя на телепроекте Дом-2, нашли свою любовь. Те, кто не нашли свою любовь, чтобы нашли свою любовь, чтобы вам с этим человеком было очень хорошо весь год, и чтобы вы с ним были до конца своих дней, чтобы вот так с вами, чтобы вот очень хорошо было вместе. И, в общем-то, да. А те, кто нашли свою любовь, чтобы в новом году у вас было все, что вам захочется, потому что, возможно, какие-то чувства вы уже испытали, и дальше всякие испытания будут в новом году. Но, как бы, куда без этого, и, в общем-то, желаю вам, чтобы вы жили точно так же подольше, так сказать, да. Чтобы получали удовольствие друг от друга, чтобы были всегда вместе, и все остальное. В общем, ну, почти то же самое. Вот. Самое главное, что я хотел сказать вам. Work, девочки. На самом деле, на своем канале я... Это мое первое новогоднее обращение. Я могу сказать еще то, что я вас всех очень люблю. Я вас всех очень ценю. Я стараюсь сделать все самое лучшее для своего канала, для вас, чтобы вы были полностью погружены в мой мир музыки, так скажем. Стараюсь сделать для вас все самое лучшее, самое прекрасное, да, так скажем. На самом деле, я в шоке от количества подписчиков, которые есть на моем канале. Это правда. Это невероятно. То есть, 432 уже подписчика, по-моему. Ну, пока я это видео не выложил, уже 432. Ну, понимаете, это пипец, как много. И, понимаете, я вас настолько люблю, потому что такой поддержки... Вот, честно, я думал то, что, ну, вот я буду выпускать свои песни, которые буду имитировать, пародировать голоса других артистов. Я думал то, что, ну, никакой поддержки не будет, будут одни сплошные, так скажем, да. А на самом деле нет. Все меня поддерживают. Это очень приятно. Это настолько приятно, что я думал, сколько у меня количества лайков на самом популярном видео. Там 138 лайков и 5 дизлайков. Я думал, все будет наоборот. 138 дизлайков, 5 лайков. Короче, спасибо вам за это огромное, за вашу поддержку. Это невероятно мотивирует меня делать всякие новые вещи. А вы знаете то, что я человек такой, то, что от меня вообще неизвестно чего ожидать в следующих песнях, да, так скажем. Даже какая там картинка будет, заставка, все остальное. Вот, честно, просто спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Я вас очень ценю, я вас всех очень люблю. Честное слово, я готов быть с вами на протяжении, да хоть всей жизни, господи. Куда ж денется этот талант, так скажем, да. Понимаете, еще вот за этот год. Вот знаете, вот начало 2019 года было весьма обычным. Середина 2019 года была тоже весьма обычной. Но когда пришло первое сентября, пошло-поехало и так далее, вся эта учеба, извините меня, конечно, но столько всяких новостей, столько всякой всего, что я вам не могу рассказать, чисто из-за принципов, чисто из-за секретов, из-за всякого того. Просто, просто не могу, что это не передать словами. Вот, понимаете, такого количества информации, такого количества всего нового, такого количества узнавания от близких людей всего не было никогда в моей жизни, я не узнавал столько всего и столько всего не происходило в моей жизни за последние, не знаю, вот 15 лет, скоро мне уже будет 16 апреля, ну, в общем-то, это, это, это не без суть. Вот реально столько всего произошло, что, честно, я просто в шоке, потому что я, к сожалению, не могу рассказать пока что, наверное, или нет, в общем, не знаю. Но это, честно, правда, очень, очень-очень интересно. Ну, все. Что могу сказать, что будет, самое главное, что будет нового в дальнейшем 2020 году на моем канале? Ребята, конечно же, в 2020 году, наконец-таки, появится плейлист, где будут мои дуэты с разными исполнителями. Пока буду я держать в секрете, кто это. Некоторые уже знают, там только одну, ну, в общем-то, не важно. Вот, дуэты, песни, будут песни, собственно, сочинения, между прочим. Песни – это там, где будет идти одна и та же мелодия, допустим, мелодия музыка одного того же исполнителя, то есть одного исполнителя. Я пою песню вот под эту же самую музыку, но только там будет разный текст, то, возможно, я буду петь либо мужским вокалом полностью всю песню, либо женским вокалом полностью всю песню, либо мужско-женским вокалом, как я его называю. Мне кажется, такое есть или нет, я вот не знаю. Вот. То есть там будут слова, которые придумал я, которые текст, собственно, сочинение, я прям так напишу, будет еще один плейлист. Там, где у меня будут песни, слова, собственно, сочинение, и даже будет одна песня, посвященная одной очень эстрадной певице, которой я уделяю больше всего внимания на своем канале. Ну, вы знаете, кто это, я не буду говорить. Собственно, потом, в январе месяце, я надеюсь, то, что совсем скоро уже выйдет первое интервью на моем канале, где я буду со своей подругой. Там она мне будет задавать всякие каверзные вопросы, будет, о, это будет эксклюзив, понимаете, все будет очень серьезно, интересно. Будет все очень даже, возможно, какой-нибудь скандал, но надеюсь, ну, не без этого, надеюсь, что нет. С моей подругой будет интервью, будет очень интересно, потому что я вот все это продумал уже, как это все будет, то есть, какие вопросы мне будут задавать, все такое. Будет очень интересно, я вам советую это посмотреть до конца. Интервью будет на русском, естественно, потому что, ну, блин, понимаете, все такое. Будет очень интересно, реально, там будет... Я не хочу спойлерить, потому что я хочу, чтобы вы оставались в интриге. Я буду, я вам обещаю, ну, я вам не обещаю, простите, с автологией, вот так скажем. Я постараюсь, чтобы это все было в январе месяце. Там я буду откровенен, я там в этом интервью первым, я буду честен. Кстати, я даю честь своей подруге давать у меня интервью первое, да, так скажем. Будет откровение, будет честность, будет шок на самом деле какой-нибудь. Будет, будут, и буду рассказывать то, что, в общем, что нужно, то я буду рассказывать. В новом году, конечно же, еще будет это. Новые песни, новые хиты. Постараюсь полностью уделять все внимание своему каналу, чтобы вы не оставались без моего внимания. Вот я не как сейчас выкладываю видео один раз в две недели, а я буду выкладывать видео один раз в одну неделю. Постараюсь. То есть, я хочу максимально уделить в следующем году внимание своему каналу. Поспешу вас огорчить, так как у меня уже в мае месяце будут ОГЭ, экзамены, понимаете ли, да? Я ведь еще не работаю, так скажем, да? Возможно, в январе месяце, в конце, я выпущу все свои последние песни, которые у меня есть. И на этом все. И пока я не сдам экзамены, пока не поступлю туда, куда нужно, я ничего выпускать не буду, потому что это главнее, конечно, всего этого, так скажем, да? Вот. Ну, к сожалению, так. Ну, по крайней мере, вы не останетесь без песен. Насколько долго, я не знаю, но хотя бы до марта месяца нам нужно продержаться. Хотя у меня столько планов на следующий год, что, извините меня, песен хватит до следующего 2021 года. Между прочим, вот, будут всякие дуэты, будут мои песни, собственно, сочинения. Постараюсь для вас сочинять всякие песни. Постараюсь все-таки уже, чтобы была моя музыка, но, наверное, это будет попозже чуть, когда я буду уже взрослый, когда у меня будет своя студия, когда у меня будет со-режиссер, когда меня уже будут снимать клипы. А я надеюсь, что такое будет, потому что я такая эстрадная пильчика. Я реально прям взялся за эту музыку, я прям не могу. Музыка – это мой наркотик, на самом деле, правда. Я не могу жить без музыки, я не могу жить без песен. Это правда, вот, честно. Каждый день в музыке, кажется, с головой окунаюсь, так скажем, да. Не могу, правда. В общем, что ж, друзья, наше... Мое обращение подходит к вам к концу. К концу подходит мое обращение. В общем, я вам желаю всего самого наилучшего. Я всех очень-очень люблю. Прям вот... Вот так вот. Всех вас очень обнимаю, русскоговорящих. Да, господи, всех. Даже те, кто меня не понимает, это смотрят. Все равно, какая разница. В общем, ну, вы видите, то, что я вкладываюсь по полной, стараюсь придумывать что-то новое. А у меня, знаете, фантазия. Вот я как что-то придумаю за пять секунд. Раз. Ага, так, значит, там будет вот это, вот это, вот это. Значит, там будет вот эта певица. Если я такой на фоне, там вот так, вот там что-то еще. То есть у меня фантазия вообще просто блещет. У меня фантазия на самом деле. Вот. И, в общем-то, друзья, я вас опять же поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам новых друзей также еще, да. И самое главное, это то, что я вас всех очень люблю. И спасибо вам реально за такую поддержку. Мне очень приятно. Ждите моего новогоднего обращения уже в конце 2020 года. Я надеюсь, что оно будет. Вот. В общем, ребята, я вас реально всех так люблю. Я не хочу с вами прощаться. Но придется это делать. В общем, все, ребята. Вот такую вот елочку я поставил специально для вас свет. Все, значит, режиссер. Вот. Я с вами прощаюсь. Елочка вам говорит пока. Я вам говорю пока. 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 Пока.